привет итак сегодня разберем пример но можно сказать и правило но тут больше будет пример правило которым мы разбирали до этого говорила нам о том чтобы мы использовали отложенные вычисления а да все эти правила это из книги скотта мэйерса эффективное использование языка си плюс плюс 35 рекомендаций книга старенькая но советы полезные поэтому иногда полезно по ним пробежаться и вспомнить итак сегодня же у нас будут примеры реализации простеньких реализаций точнее простенькая реализация одного класса для подсчета ссылок вы уже помните да такое правило используйте отложенные вычисления ну чтобы там что-то вычислять потом они сразу то есть это где-то при определенных обстоятельствах конечно же повышает производительность но при других обстоятельствах это может иметь негативный эффект поэтому всегда думаете о том можно ли к примеру вашей программе делать вычисления как-нибудь потом они сразу так вот если можно будет то смело можно будет использовать эти реализации точнее не эти реализации а смело используйте эти идеи и так и так и так начинаем до подсчет ссылок это метод который позволяет нескольким объектам имеющим одинаковое значение хранить его в одном и том же месте то есть здесь будет пример класса самого простенького класса строки у нас строка строка может быть там присвоено нескольким переменным ну вот как в данном случае до star 1 star 2 star 34 45 так вот по-хорошему если все будет сделано так как нужно то каждая строка будет иметь указатель на вот эту область памяти где будет храниться hello вот и все то есть все пять строк будут указывать на одну и ту же область памяти и только тогда когда нужно будет что-то изменить вот только тогда перевыделиться память и создастся копия и потом изменится вот то есть по факту во всех этих случаях не надо вот я выделил не надо делать выделение нового участка памяти и копировать туда уже существующую а вот так вот вот этот подсчет ссылок он упрощает учет системных ресурсов для объекта в куче после выделения памяти для объекта при помощи оператора new важно отслеживать владельца этого объекта потому что потом нужно будет его удалять короче смотрите пример первый пример 1 это классическая в самом простом виде реализация string здесь есть конструктор с параметром есть конструктор копирование есть оператор присваивать для универсальных ссылок здесь этого нету ну чтобы не тратить время чтобы просто не тратить время вот и все так вот чем мы тут видим ну конструктор понятное дело конструкторе выделяется память и копируется вот это вот значение в эту область памяти в конструкторе копирования выделяется тоже память кстати да вот так надо и ну я не скопировал ну здесь есть здесь опущены некоторые проверки возможно здесь где-то возможно даже какая-то может быть ошибка вот как в этом случае ну я думаю ничего страшного не будет да это будет на гитхабе ну на всякий случай мало ли короче дальше у нас оператор присваивания в котором мы тоже выделяем новую память и копируем туда одну одну копируем другое короче при каждой привод этой операции этой операции у нас происходит выделение нового участка памяти вот это такая классическая реализация здесь можно поиграться я не игрался дальше так вот классическая реализация нам не подходит потому что мы хотим экономить ресурсы и экономить время вот 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 ну конечно же можно там попробовать использовать шар от ptr но не всегда это удобно не всегда это полезно так вот так вот так вот вот простую реализацию мы увидели ну теперь давайте начнем потихонечку из этого всего лепить лепить то что нам надо то есть класс для хранения строки для подсчета ссылок то есть это эту идею можно использовать для множества других классов так вот создать такой класс такой класс вот он у нас совершенно не сложно в чем фишка ну вот у нас есть класс как видите да и вот есть внутри строк но страх потому что тут все открыто и она паблики и все это все эти функции видны только членом класса стринг вот он наш стринг а этот стринг value что такое стринг value вот этот стринг value он как раз будет хранить счетчик и непосредственно данные вот его задача хранить счетчик и данные дальше в конструкторе его задача выделить нужный участок памяти и скопировать тот участок памяти нужные данные а в деструкторе конечно же освободить вот и все то есть это внутренний такой classic для хранения нужных нам данных дальше 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 вот он в секции private скрыт и вот наша стринг value вот наша переменная то есть указатель то есть когда нам когда мы создаем строку то мы выделяем память для нашей value и пи вызываем конструктор класса стринг value и сюда внутрь передаем непосредственно строку который мы инициализируем дальше дальше конечно же вы понимаете что по помимо этого конструктора надо еще реализовать конструктор копирования и оператор присваивания вот и это все здесь реализовано конструктор копирования мы знаем что конструктор копирования работает тогда когда объект еще не создан то есть какой-то объект создается на основе уже существующего значит мы создаем новый объект на основе существующего вот мы валью передаем ну указатель уже существующего то есть мы в валью в конструктора этот не не где-то где-то вот наша вален валью это наш указатель да так вот мы его инициализируем чем указателем уже существующего объекта но который сюда передается соответственно когда мы будем создавать строку у нас получится две строки указывать на одну и ту же область память и соответственно после этого нам нужно увеличить счетчик на единичку ну давайте я к примеру вот здесь это сделаем так 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 ring стр а давайте вот так вот сделаем hello и теперь создадим второй объект стр б который будет создан на основе с стр а вот ну и заглушку int где бах так 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 и так смотрим нажимаем в опять так о чем не там нет 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 том не то сейчас я выставлю правильный проект 23 нажимаем и теперь смотрим что мы видим что мы видим вот стр а и стр б валью тут значение не определен еще и так стр а есть а вот у нас адресочек память стр б давайте ну давайте не будем туда заходить стр б как мы видим два этих адреса совпадают потому что вот здесь сработал конструктор копирования который просто во внутреннюю примененную валью записал значение переменной валью вот это то и вот то есть записал тот же самый адрес соответственно две эти строки указывает на одну и ту же область памяти и счетчик был увеличен на 2 потому что сейчас реально два объекта указывает на один и тот же на одну и ту же область памяти соответственно при сработке деструктора когда первый деструктор сработает вот для вот этого объекта у нас работает деструктор счетчик увеличится на единичку уменьшится на единичку и ничего не произойдет счетчик будет равен один дальше сработает вот этот деструктор ну по идее после чего сработает еще один деструктор и вот здесь после уменьшения счетчика он станет равен нулю и у нас память уничтожить ну освободиться не освободиться как правило просто особо снимется пометка что она занята и все от данные еще какое-то время там будут находиться вот конструктор нет не конструктор а оператор присваивания в операторе присваивания немного больше кода ну здесь понятное дело проверка на присваивание самому себе есть дальше уменьшаем счетчик если после уменьшения счетчика он стал равен нулю значит удаляем значение после чего присваиваем значение указателя вот этого объекта до который справа от знака равно ну и после этого увеличиваем счетчик для чего нам уменьшать это значение я думаю вы поймете и сами если нет попробуйте про дыбажиться ну не знаю там вот смотрите я дыбажиться уже не буду но так где тут string strc вот теперь смотрите что будет равно стр а вот так вот что в этом случае произойдет в этом случае произойдет том что вот здесь уже будет создан объект будет выделена своя область памяти но потом когда мы будем будем присваивать значит предыдущего область памяти которая была выделена но надо уничтожить выделить что мы и делаем собственно говоря потому что после отработки этого конструктора что у нас у нас рэвкаунт рэвкаунт будет равен единички то есть вот он в этом конструкторе единичка вот соответственно он будет равен единички дойдя до этого участка кода вот здесь счетчик равен единичка здесь счетчик равен двоечки но без разницы значит мы вот тот там где единичка эту область памяти удаляем и дальше делаем присваивание значений то есть указателя и увеличиваем счетчик и после этого давайте убедимся у нас счетчик будет равен трем то есть у нас три объекта будут не понял будут но что-то не будут почему-то где а f9 надо поставить так вот у нас все три объекта будет указывать от велью будет иметь один и тот же адрес вот он 70 26 и 70 тут то же самое тут тоже самое и счетчик счетчик непосредственно будет 3 ну как вы видите мы уже здесь как минимум два пера два раза оператор new не вызвали вот они вызвали вот в этом случае ну ничего страшного короче короче все круто получается так вот так вот вот это вот такая реализация но она конечно же не окончательная то есть здесь есть еще некоторые нюансы но давайте перейдем к этим нюансам смотрите смотрите вот есть такой пример есть строка 1 2 3 4 5 потом все эти строки равны друг другу то есть они все указывают на одну и ту же область памяти так а ну-ка я там не забыл не не забыл все правильно смотрите кроме всего прочего у нас же если это у нас строка у нас должна быть возможность просто доступиться по индексу ну как мы привыкли доступаться к строкам да вот сделать вот вот так вот что в этом случае произойдет вот в этом случае произойдет изменение вот здесь у нас запрос на изменение первого символа для четвертой строки но так как четвертая строка указывает на ту же область памяти что и строка 1 2 3 5 то при предыдущем при предыдущей реализации ничего бы не собралось потому что у нас не перегружен оператор квадратной скобки ну короче вы должны понимать что вот в этом случае идет конкретный запрос на то чтобы изменить именно этот объект то есть именно вот этот именованный объект вот мы его назвали стр 4 то есть в этом случае нам нужно выделить новый участок памяти скопировать туда hello уменьшить счетчик на единичку и вот в этот новый участок памяти полезть на первый символ ну к первому индексу и изменить его значение значит для этого нужно перегрузить оператор квадратные скобки так вот здесь в этом операторе что мы делаем мы смотрим если счетчик больше чем единичка мы его уменьшаем ну потому что вот после этой операции вот этот объект уже не будет ссылаться на эту область памяти соответственно счетчик надо уменьшить мы его уменьшаем дальше выделяем новый участок памяти ну и соответственно там этот участок памяти инициализируется нашим значением после чего мы возвращаем что мы возвращаем ссылку на вот этот вот индекс ну давайте посмотрим что будет нажмем f9 f5 так это уберем теперь смотрим все четыре строки все четыре строки вот они указывает на одну и ту же область памяти теперь теперь str4 наблюдаем за str4 выполнилась операция как мы видим область памяти изменилась то есть адрес изменился значит мы выделили память конкретно для str4 для того потому что есть реальный запрос изменения данных вот ну я вам могу сказать что такая же проблема присутствует и вот здесь ну мы сейчас об этом поговорим смотрите str5 здесь же по факту мы ничего не меняем мы просто хотим прочитать значение у строки 5 первого символа смотрим за строкой 5 опа опа и данные изменились ну точнее адрес изменился то есть у нас уже не пять объектов указывает на hello а три вот то есть что здесь не так ну как минимум здесь вы должны понимать что вот это операция записи а вот это операция чтения то есть есть какой-то оператор вот он оператор и то что находится слева она меняется здесь тоже есть оператор то что находится справа обычно не меняется то есть это читается так вот в данном случае в данном случае смотрите здесь я здесь я перегрузил два оператора константный вот он константный и не константный казалось бы для этого случая так сейчас еще раз для этого где он этот случай казалось бы для операции чтения по идее должен был бы срабатывать оператор вот этот который констант но на самом деле это не так то есть компилятор не умеет на момент вызова вот в этом случае понимать кто вызывает ну точнее какую на какой оператор нужно вызвать константный или не константный соответственно все время вызывает вот вот эту функцию вот в этом то и проблема проблема в том чтобы научиться различать научиться понимать компьютер какую функцию вызывать но для этого есть специальный так называемый прокси класс об этом будет в следующем видео сегодня об этом не будет самое главное что вы должны понять что компьютер ну компилятор вот две эти операции не различает то есть он будет вызывать не константный оператор в как ну вы можете спросить блин а зачем же тогда вот это нужно для чего ну как минимум вот эта функция будет вызываться из константных функций ну к примеру то есть вы можете спросить что ну типа такого да вы можете спросить ну к примеру сейчас я вам напишу ну вот что-то типа такого к примеру какой-то классик может быть в которой в котором может быть к примеру какая-то функция либо константно либо мы уже непосредственно сам объект передаем ну мы сейчас проверим кстати пост константной ссылки смотрим за строкой 5 ну давайте прямо сюда еще перейдем короче адрес у нее 8Е70 здесь ну строку первую тоже 8Е70 строка 2 8Е70 выполняем что мы видим в чем идет наша строка 8Е70 адрес не изменился почему он не изменился потому что вот в этом случае в этом случае наш объект он был константный вот только в этом случае вызывается вот этот вот оператор либо же либо же если сама функция будет помечена как константа ну давайте сделаем вот так вот давайте стр стр это стр у нас будет там к примеру инициализироваться какой-то строкой давайте стринга а стр и вот наша стр стр вот так а стр дальше 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 это мы убираем и вот делаем вот так вот конст в которой в которой читаем символ вот так думаю пойдет теперь сюда сюда нужно стр 5 во по идее по идее я нигде не наплужил надеюсь так нажимаем опять теперь смотрим стр 5 блин стр 5 на адрес д так е1 есть 70 а он уже о чем уже другой 1 есть 70 а наверное вот здесь это произошло понял так как сейчас 8 есть 70 8 есть 70 во теперь смотрите теперь смотрите вызвался конструктор ничего не произошло потому что объект здесь кон ну константный здесь понятно теперь давайте понаблюдаем за этой функцией она константна константна то есть сама функция значит она внутренние переменные ну там не меняя да внутренние члены класса не изменяет соответственно в этом случае вот в этом случае будет вызван вот как раз вот этот вот оператор давайте поставим точку останова и попробуем вот он вызвал он был константный видите вызвался все отлично но но если только я сделаю вот так вот то сразу же будет другое поведение смотрим за адресом е70 46 е70 вызываем 40 а не нет ну короче 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 не изменился и это хорошо короче ну вот на таком вот этапе когда у нас какие-то обертки есть то тогда есть шанс до или не шанс стопроцентная гарантия что будет вызываться вот этот вот оператор кстати он константным там и не вызвался и сейчас я сделаю еще раз смотрим стр 5 1 е70 1 е70 странно странно но . останова у нас вот здесь уже не сработала а сработала вот здесь еще раз еще раз ой 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 давайте f5 f10 и вот сейчас я поставлю точку останова вот тут как мы видим срабатывать не константный оператор квадратный скоб короче уже много времени на это потратил короче вот на этапе ну не на этапе а компилятор короче не умеет распознавать когда на какую функцию вызывать да вот в данном где у нас был пример этот блин вот вот здесь да либо либо вот здесь не константный оператор а вот здесь должен быть константным то есть в любом случае если нету никаких дополнительных оберток он будет вызывать на не константный оператор не константную функцию как с этим бороться в следующем видео это с этим борется прокси классы вот что-то наподобие то что я здесь написал то есть какие-то обертки делаются и где гарантируется что в нужных местах будет вызываться константная функция вот идем дальше пример последний смотрите какая еще может быть проблема проблема может быть еще вот такая что здесь за проблема мы просто ну и примеру мы научили даже не научили просто мы создаем объект 1 дальше создаем указатель какой-то нас на на символ и берем адрес очек этой этого символа и присваиваем перемен после чего мы создаем строку 2 то есть второй объект который инициализируется значение первого объекта после чего мы изменяем значение этого указателя и в этом случае у нас какая проблема произойдет у нас изменится и эта строка и эта строка почему потому что нам нужно отследить на вот такую вот операцию чтобы для этой операции создать новый объект либо же не новый объект а ну 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 не новый объект а создать ну поменять создать какой-то флажочек который скажет что вот этот объект уже не является общим что уже кто-то взял адрес на какой-то символ и что он может изменить соответственно нужно наверное выделить новый участок памяти и все такое короче как бороться с этой проблемой давайте я сейчас давайте я сейчас вот аналогичный пример вот сделаю в предыдущей реализации вот вот здесь сейчас мы вот так вот по хитрому сделаем смотрите смотрите стр1 вот у нас стр1 так а какая из них кто из них кто ладно потом а вот вот это стр1 да вот есть данные и есть счетчик ссылок установлены в единичку дальше п указывает на первый символ дальше создаем стр2 стр2 точно так же указывает на ту же область памяти и соответственно имеет value имеет один value имеют одинаковые адреса дальше мы решили ну где-то в программе кто-то берет и делает вот такое и что мы видим конечно же идет изменение сразу же в двух объектах хотя хотя и этого делать нельзя это неправильно то есть на эту операцию мы должны следить как с этим бороться ну с этим бороться ну как минимум есть три способа первый способ не делать этого никогда второй способ этого не делать никогда и еще написать в документации к своему классу что вот так вот не делаете ну вот так вот и описать почему и написать если вы проигнорируете то не обижайтесь если у вас что-то будет не так ну и третий способ третий способ ну кстати вот вот эти вот проблемы иногда можно встретить в каких-то других реализациях строк к примеру строк с использованием подсчета ссылок вот и там да там можно иногда в документации встретить подобные примеры где будет написано вот так вот делать нельзя ну можно так никто не запрещает можно сделать такую реализацию ну и можно решить еще одним способом суть этого решения заключается в следующем каждому объекту вот этом стринг добавляется некий флаг который показывает может ли объект использоваться совместно то есть первоначально этот флаг устанавливается в true да вот в данном случае создается объект и флажочек у нас возводится в true то есть вот этот объект можно использовать совместно но после вот такой операции в эту операцию мы отловить можем этот флажок становится false соответственно если объект с этим флажком который равен false то это значение для этого объекта одно грубо говоря и оно остается одним и и навсегда то есть короче этот флажок этот флажок можно назвать вот вот так вот сейчас сейчас шарой был то есть может ли объект разделять свои данные с кем-то есть теперь смотрите единственное место где этот флажочек становится false false это у нас как раз вот этот оператор который возвращает неконстантную ссылку то есть если ссылка неконстантна значит ее можно изменить то есть значение по этой ссылке можно изменить так вот это тот случай когда этот флажок становится false дальше во всех остальных случаях при операторе присваивания при конструкторе ну при вызове конструктора копирования и во всех других случаях ну если у вас будут другие какие-то операторы вам нужно проверить этот объект является ли разделяемым с кем-то если он является разделяемым с кем-то то делать так как делали до этого иначе если объект не шарей был то есть если его значение нельзя ни с кем делить то значит нужно удалить освободить память которая уже занимается этим объектом и выделить новую память давайте рассмотрим на примере так это 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 у нас оно или не оно да смотрите в этом случае стр1 у нас true значит область памяти разделяема значит эту область памяти можно с кем-то разделить но после того как кто-то запросил ссылку эту область памяти уже ни с кем нельзя разделять соответственно вот здесь будет работать конструктор копирования и в конструкторе копирования что у нас будет у нас будет проверка если объект шарей был да если он с кем-то разделяемый то делаем как и раньше но если же он не разделяем значит мы выделяем новый участок памяти смотрите стр2 что мы видим у стр2 у value адрес совсем другой они отличаются правильно потому что для этого объекта уже кто-то запросил ссылку и теперь теперь при изменении непосредственно по указателю и разыменованию значение мы получаем что что значение изменилось только для стр1 стр2 осталось осталось не тронута вот 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 ну на сегодня я думаю все у скотта мэйерса в этой книге есть еще там базовый класс для подсчета ссылок я его реализацию приводить уже не буду если вам нужно вы всегда уже сможете вспомнить где это есть там шаблонный класс который как бы для ну базовый класс для всех но 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 что тут говорить универсальных решений нету и постоянно от него наследоваться тоже не имеет смысла то есть имеет смысл в это все переделывать тогда когда действительно мы можем некоторое вычисление отложить на потом в случае со строками это да можно это сделать строки довольно часто бывает так что строки хранят одни и те же значения вот ну либо ссылки на какие-то строки либо указатели короче так вот на сегодня это все в следующем видео мы разберем как использовать прокси классы для того чтобы различать различать как вы уже поняли операции где-то операции записи и операции чтения чтобы вызывались различные функции что конечно же как вы понимаете может влиять опять таки на производительность то есть hello слово коротенько но если тут будет длинные слова какие-то джейсон запросы могут быть они могут быть я не знаю там присваиваться каким-то другим строкам хотя иметь одни и те же значения например то зачем выделять новые участки памяти если можно можно использовать строки с подсчетами ссылок короче больше не буду отнимать у вас времени подписывайтесь обязательно подписывайтесь это влияет на популярность канала а это в свою очередь влияет на качество роликов этот ролик можно было бы мне кажется сделать немного лучше и короче но пока нет на это времени поэтому поэтому подписывайся делитесь этим видео пишите комментарии ну и все такое всем спасибо за внимание всем пока 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 пока